Доброй ранее, это эфир информационная программа репортера студии Маргарита Чебукова. Господарки Гомельской области полностью выконали поставки житой ячменю, кошек дяжек заказу. Первая из этих сельгазкультур доставлена на элеваторы около 58 тысяч тонн, другой – крыху больше, как 2 тысячи. Что складает 105 и 106 проценты до плану отповедно. Больше за всех реализовали краины хлеборобы Калинковицкого района, а мальше 13 тысяч тонн зерня. Огульный объем дяжек заказа для сельско-господарших предприемцев региона – 149 тысяч тонн. На сегодняшний день ими реализовано коля 140 тысяч. По разликах специалистов, до конца этого дня аграры в области полностью выконают все доведенные показчики по дяжек заказу. Зерневые и зернебобовые на Гомельшине убраны на площадку больше, как 320 тысяч гектаров. На молотых господарок – 965 тысяч тонн збожа при средней урожайности – 30 сантиметров з гектара. Лидеры Межнева 2015-а з'являются Рышицкий, Добрыжский и Будокошелевский районы. Тут намолотили больше, как по 80 тысяч тонн. Установы эдукации Гомельска в области завершаются под рыхтовку до нового научального года. Повные коррективы в этот процесс унесло на дворье. Увы, не кумоцного ветра у некольких школ оказались пошкодженными, але в целом работы проводятся сгодно с планами. Олег Сентюров подековился с ситуацией в Галине. У 40-й Гомельской средней школи до нового научального года готовые процентов на 99. Один процент на розные дробные работы на штат завершения доброупорядкования территории. У самой школи отчувается пах свежей фарбы, а у классов все готово до приема в учню. Причем наставники поспели не только створить те шкутки здоровья, але и оформить у столицы цепешего версия школьные дожки. Плюс подрактовали для пешеклассников специальные подарунки. У День ведов усе пешеклассники отрамают подарунок от президента краины «Беларусь наша родима». По словах наставников, 95% учнів перших классов уже ведающие литры, а то мы змогуть прочитать книгу самостойно, коли не усе, то хотя б частково. До речи, у гэтам годзе у 40-й Гомельской школе пешеклассников будзе маль удвоя божь, чем летось. И справа не только у приобщенні демографичной ситуации. Каб деці приходзели минавито у гэтаю школу, наставники провели активную рекламную кампанию, причим прийдуть в учні узначно обновленную школу. На подрактовку данного чайного года сродку затратили, а маль утроя божь, чем летось. Нечим допомогли батьки, частку заробили на платных послугах. А кроме того, божись работы виконали уласными силами. Школу радости создать не очень легко, но когда ее создаешь своими руками, то это действительно получается школа радости. Приятно, когда в микрорайоне жители идут мимо школы и говорят о том, что школа имеет свое лицо. И радостно, что вот такой образ мы создаем собственными руками. Згодно с информацией об основе управления дукацией, все лито на подрактовку установ Галины до нового научального года накеровали больше 100 млрд рублев, 44 за яких спонсорские сродки. Звоником того, что подрактовкой на Гомичне займаются кожный год, то у перво важной большинстве школ спотребився только косметичный ремонт. У Вугли практически все запланованные работы виконали у термин. В выключении склали некольких установ, які потерпели у вынику стихии, але и тут ремонт уже наближается до завершения. Было раскрыто больше 600 квадратных метров кровли, где были выбиты окна. Сегодня заканчивается проведение этих всех ремонтных работ. Это в самом Добруши, в Житковичском районе, Хильческая школа, где более 300 квадратных метров раскрытия кровли. Сегодня там ведется работа по исправлению этой ситуации. То есть стихия, она затрагивает и в том числе учреждения образования. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыша размова про подрыхтовку до нового научального года пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет начальник управления эдукацией гомельского обл. Ваканкама Сергей Порошин. Свои питания пропонувают за уваги. Вы можете адресовать гостю программы по телефоне промога эфиру «Гомели» 77 68 45. Долушайтесь до «Диалогу» сегодня в 18.10 на телеканале «Беларусь-2». Сегодня православные верники означают одно из 12 галонных христианских святов – «Проображение Господнее». В народе этот день вядомы, как «Яблочный спас». Во всех храмах в области с нагоды свята проходят урашистые богослужения и освящение садовины Нового Ураджаю. На территории Спаса Прображенского храма в Гомеле сегодня так само будет организована интересная программа для детей – запуск мыльных бурбалок, боди-арт в выгляде яблоков и приемные подшастунки. Свято установлено в память Прображения Иисуса Христа перед вушнями на горы Фавор. В этот день люди приходят поклониться до святой иконы и освятить свой первый урожай садовины. Не глядяши на то, что свято пропадает на Успенский пост, верникам в этот день дозволяется послабление – можно уклюшить в рацион рыбу и слонешниковые аллеи. Так само лишится, что каждый верник обовязково повинен съесть хоть один яблок с медом, ка быть здоровым весь год. Разом с тем принято шастовать освященными яблоками родных и сябров, раздавать садовину бедным. Однако для верников яблочный спас заключается не только в освящении урожаю. Гитаяши и макшимость – отчуть перетворения и хороство души. Во всех православных храмах будет служиться этот праздник. Приглашаем во все храмы и нашего города, всех прихожан, чтобы они пришли, чтобы знали, что можно освящить овощи и фрукты. И, естественно, посредством того, когда они придут в храм, чтобы они обрели не только освященное яблочко и вынесли из храма, а вышли отсюда с чистой душой и сердцем расположенным, чтобы принять в себя Христа. Как долучать молодь Гомельшины до корыстной пазонавучальной занятости в летний период, в регионе створено немало специализованных прационных отрадов. Дарыши особные из них денежнують на протягу сяго года. До приклада медицинские отрады Белорусского Республиканского Союза молоди, в яких заденешены студенты Гомельского Державного Медицинского Университета. Для будущих медиков эта добрая максимальность не только подзарабить, а и повысить узровень своих ведов и навыков. Вероника Ворошилина с подробностями. У супрацовников Гомельской городской станции худкой медицинской допомоги працы за все дыхапая. Летом за сутки в диспетчерскую службу поступает 500 до 700 выкликов. Зимой и в эпидем сезон эта лечба возрастает в разы. Тут круглосуточно готовы оказать худкую и неоткладную медицинскую допомогу детям и дорослому насильниству Гомеля и района. При таким напруженном режиме допомога с боку медицинских отрадов николи не лишняя. Большой конкурс на занятие этих мест в этих отрядах. Всего сейчас задействовано в трех отрядах 30 человек. Получается по 10 человек в каждом. Сейчас это попроще, конечно, ребятам, когда у них нет ни учебы, уже практика закончилась, но в учебное время им это дается немножко сложнее, но это их не останавливает. На Гомельщине медицинские отрады Белорусского Республиканского Союза молоди з'явилися першими у республицы. Зараз я не объединуюсь студентов Гомельского державного медицинского университета. До речи, сустракаются сирот их и работают с досить богатым практичным опытом заплячима. Поскольку я вначале учился на медсестру, этого показалось мало, потом учился на фельдшера и теперь вот учился на врача. Мне тут очень понравился, великолепный коллектив, отличные условия труда. Это не просто способ зарабатывания денег, это, я считаю, способ устраивания своей жизни в дальнейшем. У вольный час в опытные коллеги проводят для студентов наглядные занятки и майстер-классы. Их знайомят за всталяванием и процедурами, которые им потребуются в будущей профессии. Начинают, как правило, с более простых манипуляций, снятия электрокардиограмм, наложение различного рода повязок. Далее уже могут проводить на должности фельдшера внутримышечные инъекции, внутривенные инъекции, постановки катетеров различного рода. Самые молодые с трех медицинских отрадов урачи НЕКС, студенты, которые у него выходят, задеяничены в якости медсестер в разных отделениях Гомельской областной клинической больницы. Они вымирают пациентам артериальный тиск, раздают таблетки, а также выполняют широких других обвязков. ГТР, как и многие другие, что работают в медицинских отрадах БРСМ, притримливаются меркования, материальный аспект у подобной справе не самое главное, куда важнее мягчимость повысить узровень своих практичных навыков и набрать опыт у квалификованных коллег. С опытными коллегами вообще работать интереснее гораздо, они подскажут, всегда помогут. И каждый час, каждый день с ними проведя здесь, я поняла, что это действительно большой опыт именно в медицине. Первые медицинские отрады БРСМ на Гомельшине начали працевать год тому. Практика показала, зараз они вельми запотребованы, как серо студентов, так и медустанов, которые принимают на подмогу этой молодой гвардии. В опыт гомельчан, до речи, уже взяли на узброение в Витебске. Вероника Ворошилина, Александр Александронец, Валерий Гопанько, телер, радиокомпания «Гомель». Я в спорте. У Гомеля распочался областный этап с поборництва по футболе сяруть детей и подлетков «Скуранный мяч». За право сгулять у республиканским финале змагаются 18 команд, складенных заработать 2001-2002 годов народжения, а маль зусих районов области и Гомеля. Головная умова с поборництва удельничают стольки аматоры. За гульнями будущих зорок белорусского футбола назирал Максим Савин. История турниру «Скуранный мяч» наличивая больше за 50 годов. Но першиню провести такие с поборництвю пропоновал ведомый советский футбольный голкипер Лев Яшин. Перший турнир провели в сярыдине 60-х годов минулого стагодзя. Мы им приняли удел некольки миллионов юных футболистов. Зараза в нашей краине масштабы, конечно, из усим не такие. Але мы это застались и неизменными. Здоровый ладжиття и пошук новых талентов. Все дети должны пройти эту ступень, кожаный мяч. Почему? Потому что много талантов теряется, а их нужно искать. И вот одно из соревнований, где можно найти талант, талантливых ребят, то есть соревнования кожаный мяч. Головная умова с поборництва у ребят и не повинны займаться в футбольных секциях. А тому больше шесть юных футболистов трапила у команды литерально с улицы. Тренер позвал, когда гулял на мини-поле с друзьями. Футбол – спорт номер один. И гуляют у него многие и амаль повсюдно. Собрать добрую команду, якая сможет годно представить район на областном узровне, не вельми складано. Чуть раньше весной были районные соревнования, привозили с других школ, не только с города Ветки, но и других районов. И там немножко смотрели, отбирали. У нас искусственное поле маленькое, есть Ветки. Поэтому там постоянно занято. И каждый вечер можно встретить ребят, которые приехали. Турнир аматорский, але все по-соправдному. Перед гульной тренер ставит задачи, размерковые обовязки на футбольном поле. Все остальные в руках гульцов. Переможцы областных споборництва ускоренный мяч отправятся на республиканский финал, який отбудется у вера с ним. Максим Савин, Валера Ига Панько, Телерадо, компания «Гомель». И на этом по колю сёза разведем падеи, сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова